Вера в истории Авторская программа Ивана Куличева Здравствуйте, дорогие братья и сёстры, дорогие радиослушатели! В студии Иван Уличев, преподаватель Донской духовной семинарии, преподаватель Православного Святотихоновского гуманитарного университета. В прошлой нашей программе мы говорили о новом видении взаимоотношения человека и Бога, взаимоотношения человека с духовным миром, которое появляется в религиозных традициях различных культур, различных цивилизаций во втором тысячелетии до Рождества Христова. Говорили также о том, что особенно ярко вот это видение, этот взгляд проявляется в религии Ветхого Завета, в религии Бога Откровенной, которая представляет собой прямое явление, прямое откровение Бога человеку. Как же в религии Ветхого Завета проявляются эти особые, я бы сказал, более совершенные черты, которые показывают, что вот здесь взаимоотношения человека и Бога, представления человека о Боге приобретают особый, гораздо более глубокий смысл. Я буду использовать словосочетание религия Ветхого Завета, Ветхий Завет, хотя в современном религиоведении эту традицию обычно называют иудаизмом. Но, на мой взгляд, понятие иудаизм, которое объединяет в себе и религию Моисея, и современные религиозные течения, принятые среди иудеев, является неточным, потому что при сравнении Ветхозаветной религии и современного иудаизма мы видим, что эта религия, эта традиция очень разная. Итак, в религии Ветхого Завета Бог в качестве условия общения с собой, в качестве условия приближения человека к Нему, выдвигает не только правильно исполнение им заповеданных обрядов, ритуалов, принесения жертв, почитания праздников, произнесения определенных молитвенных форм. Бог в Ветхом Завете говорит о том, что условием близости человека к Нему является Его нравственное совершенство. Еще в пяти книжах Моисея мы можем видеть такую фразу «Я есть Господь Бог Твой, ходи передо Мною и будь непорочен». А в книге Левит есть совершенно удивительные слова «Будьте святы, говорит Господь, потому что я свят». Позже, уже в совершенно другую эпоху, эти слова повторяет Христос, но в еще более усиленном виде «Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Итак, для того, чтобы правильно выстроить свои отношения с высшим бытием, с Богом, с духовным миром, от человека требуется нравственное совершенство. Именно с этой целью Бог в Ветхом Завете дает человеку заповеди, о которых, конечно, многие слышали. И вот в этой черте, которая для людей современной эпохи кажется само собой разумеющимся, что для угождения Богу, для служения Ему необходима нравственная жизнь. В этой черте уникальность Ветхозаветной религии по сравнению с многими и многими традициями, религиозными традициями той эпохи. Оказывается, что для человека того времени, особенно представителя такой классической, политеистической, языческой религиозности, было совершенно неочевидным, что для Бога необходима праведная жизнь человека. Если мы обратимся к античной мифологии, греческой, римской, мы увидим, что Боги там нигде, за очень редкими исключениями, не требовали от человека исполнения закона правды, не требовали от человека нравственной жизни. Почему это так? Это очевидно становится, если мы вспомним суть античной мифологии, которую сейчас изучают и в школе, мы увидим, что греческие и римские боги сами очень плохо и далеко не всегда следовали нравственным принципам. Те взаимоотношения между богами, основанные на коварстве, основанные на предательстве, прелюбодеянии и тому подобных, неприглядных вещах, конечно же, не могли научить человека доброй нравственной жизни. Такие боги, которые были созданы по образу и подобию человека, по образу и подобию самых, может быть, и неприглядных черт в человеческом существе, эти боги не имели морального права предъявлять человеку нравственные требования. Конечно, были эпизоды, когда в мифах вдруг античные боги проявляли заботу о каком-то поступке человека, считали его несправедливым, но в следующий же момент они поступали совершенно иначе, поступали уже по своей корысти, по своей выгоде. Так же, как и делают, к сожалению, часто люди. То есть в какой-то момент, когда им это выгодно, они поступают по правде, а в другой момент они поступают уже по каким-то корыстным мотивам. Поэтому для человека греческой, римской культуры, культуры языческой, было совершенно не очевидно, что для того, чтобы правильно выстроить отношения с духовным миром, что для них было очень важным, как для любой религиозной традиции это очень важно, что для этого необходима какая-то справедливость, какое-то доброе отношение к ближним, какая-то нравственная жизнь. Для грека, для римляна в их религиозной жизни было главным правильное произнесение молитвенных формул, правильное произнесение жертв. Причем у древних римлян было такое сугубо прагматическое отношение к миру богов. Они были уверены, что если человек правильно принес жертву, если он правильно произнес формулу, то он может, имеет полное право, рассчитывает на реакцию бога. То есть и вот взаимоотношения с миром богов, с духовным миром римляне вносили дух, очень характерный для них юридических отношений. Вплоть до того, что молитвенной формулой, которую жрец произносил в конце каждой молитвы, римский жрец, было «даю, чтобы ты дал». То есть я даю тебе жертву, а ты, то есть некий бог, к которому он обращается, должен в качестве реакции на это дать мне то, что я прошу. Если я это делаю правильно, соответственно, я имею право рассчитывать на это воздаяние. Такой прагматизм или юридизм характерен для очень многих религиозных традиций, в том числе и для многих современных религий. Это же мы видим в современном шаманизме, который сохранился сейчас у многих примитивных народов. Если шаман знает правильную формулу, то дух, к которому он обращается, не может не отозваться на этот призыв. Такое отношение к духовному миру, конечно, совершенно не характерно для ветхозаветной религии. В книге пророка Исаии обличаются те люди, которые надеются снискать милость Божию, только принося жертвы, только исполняя обряды, только произнося определенные слова молитвы. И тоже очень яркие обличения тех, кто рассчитывал только на принесение жертв, только на исполнение внешних каких-то действий, содержатся в книге пророка Иеремии. Он говорит так, я в вольном пересказе привожу его слова, «Вы уповаете на храм Господень, говорите, что здесь храм Господень, здесь великая святыня, и при этом вы творите беззаконие, при этом вы творите, притесняете бедных, угнетаете сирот, ходите вслед иным богам, потом приходите в храм и говорите, здесь храм Господень, мы спасены». И он говорит так, что храм Господень и вся святыня, которая в нем содержится, она не поможет человеку, который не желает исполнять волю Божию, который не желает по-настоящему отдать Богу свое сердце. Ну, в истории ветхозаветного народа так и произошло. То есть, когда умножилось беззаконие, когда люди сердцем отступили от Бога, то Бог попустил так, что храм, на который они уповали, был разрушен в очень скором времени. Вот такой силы требования святости к своему народу со стороны Бога нельзя увидеть ни в одной религиозной традиции. Хотя, как я говорил в прошлый раз, в некоторых религиях, вот уже во втором тысячелетии, даже чуть раньше, такие мотивы начинают тоже проявляться. Возможно, даже под влиянием религии Ветхого Завета, но об этом можем только догадываться. Почему же Бог в религии Ветхого Завета проявляет такое внимание к миру людей, проявляет такое внимание, заинтересованность в внутренней жизни человека? Ведь в других религиозных традициях мы этого не видим. Даже в тех религиях, где Бог воспринимается как личность, как сознательное существо, Он достаточно равнодушно относится к человеку. В некоторых языческих религиях есть представление, что Боги зависят от человеческих жертв, они ими питаются. Ну, такое достаточно примитивное понимание необходимости жертвоприношения. Но, конечно же, у Бога Ветхого Завета такое сказать невозможно. Бог Ветхого Завета, Он абсолютен, всесовершен, и зависеть от человека, нуждаться в человеке, в его существовании, Он не может. Он существовал еще до того, как возник мир, Он существовал всегда, и от того, что существует мир или нет, существует человек или нет, от этого в его бытии, в его блаженстве, в его совершенстве ничего не прибавляется и не убавляется. Но, согласно религии Ветхого Завета, Бог творит мир не по какой-то необходимости, а потому, что Он желает дать человеку блаженство, Он желает дать человеку приобщиться к той полноте бытия, которой обладает Он Сам. И вот из этого следует тот вывод, который определяет как раз это отличие от религий Ветхого Завета, от языческих религий, о котором мы говорили. Для того, чтобы получить дар, приготованный Богом человеку, человек должен сам направить свою волю, расположить свое сердце к Богу. А это невозможно без внутреннего поворота, без усилия его души, усилия его воли, усилия его сердца. И весь Ветхозаветный культ, все жертвоприношения, все молитвы имели главную цель именно расположить сердце человека к Богу. То есть это было средство для достижения этой цели. А если человек понимает средство как цель, то это его приводит всегда к заблуждению. В религии Ветхого Завета говорится о любви Бога к человеку. То есть Богу мы нужны не потому, что Он испытывает какую-то необходимость в нашем существовании, испытывает необходимость в том, чтобы мы служили Ему, мы исполняли волю Божию. А потому что Он хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были причастны к благу, к блаженству. А для этого мы должны откликнуться на Его призыв. Как сказал гораздо позже блаженный Августин, «Ты, Господи, сотворил нас по образу своему и не находит моя душа покоя, пока не найдет тебя». Все достаточно сложные и громоздкие обрядовые требования Ветхого Завета, весь Ветхозаветный культ был направлен именно к достижению этой цели, к восприятию человека, адресованной к нему любви Божией. Как именно это выражалось в Ветхозаветном культе, мы поговорим в следующий раз. С вами был Иван Уличев. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok